Глава одиннадцатая. Гипотеза. Параграф первый. Определение гипотезы. Мы считаем то или иное явление объясненным, когда нам удалось найти причину, которая вызвала данное явление, или отыскать тот общий закон, которому эти явления подчиняются. Однако прежде чем окончательно установить, какая именно причина вызывает данное явление, мы делаем различные предположения. Так, врач, еще не определивший окончательно, чем именно болен данный человек, наблюдает и исследует проявление болезни, повышение температуры, боли и прочее, предполагая какую-либо определенную причину болезненного состояния этого человека. Предположение, которым пользуется в науке для объяснения каких-либо явлений, но достоверность которого еще не доказана опытным путем, называется гипотезой. Так, например, предположение о том, что внутреннее ядро земного шара находится в расплавленном состоянии, оказывается гипотезой. Это предположение не может при современном состоянии наших научных знаний быть доказано путем непосредственного наблюдения или оправдывается единственно тем, что объясняет нам некоторые явления. Таким образом, при постановке гипотезы мы умозаключаем о причине по ее действию. Гипотезы создаются в результате продолжительных поисков опыта и эксперимента. Сплошь и рядом ученые бывают вынуждены отказаться от найденных уже гипотез, если предположенные новые гипотезы оказываются более правильными. Параграф 2. Проверка гипотезы. Конечно, не всякая гипотеза может иметь научное значение. Чтобы гипотеза получила научное значение, она должна подвергнуться проверке. Что значит проверить какую-нибудь гипотезу? Проверить гипотезу значит, первое, установить, что следствия, которые из нее должны вытекать, действительно совпадают с наблюдаемыми явлениями. Второе, показать, что применяемая нами гипотеза не противоречит другим законам, которые считаются нами истинными. Другим гипотезам, которые мы приняли раньше, как более или менее вероятные. Первое и главнейшее условие, которому должна удовлетворять всякая научная гипотеза, заключается в том, чтобы она соответствовала всем известным явлениям, всем фактам опыта. Однако исследователь должен убедиться, что принимаемая им гипотеза не только не противоречит известным фактам, но что она есть единственное возможное, что только при ее помощи вся совокупность наблюдаемым явлений находит себе вполне достаточное объяснение. Параграф 3. Гипотеза и теория. Гипотеза, которая не только не противоречит наблюдаемым фактам, но и подтверждается в практике людей, становится теорией. Примером превращения гипотезы в теорию является история атомистического принципа физики. Еще в Древней Греции философ Демокрит, около 460-370-х годов до нашей эры, учил, что вся материя состоит из мельчайших невидимых частиц, которые он назвал атомами. Слово атом греческое и значит буквально то, что нельзя разделить. Но в том виде, в каком это учение разрабатывалось древними философами, оно оставалось гипотезой. В средние века атомизм не находил себе сторонников, но с эпохи Возрождения ученые возродили этот принцип, однако и в этом случае атомистический принцип еще оставался гипотезой. Однако наука идет вперед. Современная физика с очень большой точностью измерила вес атомов и, определив отношение веса атомов разных элементов, раскрыла внутреннее строение атома и показала, что сам атом представляет собой целую систему электронов, вращающихся около центрального ядра. Таким образом, гипотеза превратилась в общепринятую научно проверенную теорию. Теория является тем совершеннее, чем большее количество фактов и явлений, которые до того времени были изолированными, включается в круг, объясняемый этой теорией. Совершенная теория есть та, которая подтверждена на практике, проверена практикой и служит интересам практической деятельности людей. Ярким примером этого может служить марксистско-ленинская теория об обществе, о законах развития общественной жизни. Эта теория блестяще подтверждена и доказана всем ходом истории общества, всей практикой коммунистического строительства в СССР. Вопросы для повторения. Первое. Что такое гипотеза? Второе. Какую роль играет гипотеза в экспериментальном исследовании? Третье. Приведите пример гипотезы. Четвертый. Что значит проверить гипотезу? Пятый. Каким условием должна удовлетворять гипотеза, чтобы стать теорией? Продолжение следует.